В полдень российские оккупанты атаковали Херсонскую область. Ударили по населенному пункту Тягинка. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Вследствие обстрела пострадали четверо человек. Один из раненых, 67-летний местный житель, в больнице в тяжелом состоянии. Состояние остальных медики оценивают как средней степени. В ночь на четверг оккупанты вновь запускали беспилотники по территории Украины. Всего же россияне выпустили 18 дронов типа «Шахет». Об этом сообщают воздушные силы Украины. По их информации, основными направлениями захватчиков были Хмельницкая и Одесская области. 15 дронов украинская противовоздушная оборона сбила. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, на Одессине россияне прицельно атаковали именно припортовую инфраструктуру Подунавья. Там повреждены складские помещения, элеваторы и грузовики. Водитель одной из фур погиб. В теле предателя Ильи Киевы обнаружили два пулевых огнестрельных ранения. Об этом сообщают следком РФ. На месте же ликвидации экснердепа Верховной Рады полицейские изъяли две пистолетные гильзы и патрон. Ранее сообщили, что Киеву убили во время прогулки на территории парка, который прилегает к коттеджному поселку. В российском Брянске стрельба в школе. В учебное заведение с дробовиком пришла ученица восьмого класса. По данным российских пабликов, над 14-летней девочкой издевались. Оружие же, с которым девочка пришла на так называемую расправу, ее отца. В результате стрельбы четыре ребенка ранены, еще четверо погибших. В том числе и сама нападница. Она покончила жизнь самоубийством. Одну из жертв, свою одноклассницу, восьмиклассница, в упор выстрелила из дробовика в голову. По неподтвержденной информации, в школе не было рамок, поэтому нападающая без проблем смогла пронести дробовик. Официально названа дата выборов президента РФ, а точнее их имитация. Пройдет 17 марта следующего года. Соответствующее постановление принял Совет Федераций. Тем временем, так называемая российская оппозиция объявила о запуске кампании «Россия без Путина». В фонде борьбы с коррупцией Алексея Навального заявили, что результаты выборов будут подделаны. Поэтому время до выборов нужно использовать для агитации против бункерного диктатора. По их словам, нужно сделать так, чтобы всем стало очевидно, что России не нужен Путин. Также оппозиция призвала прийти в день голосования и проголосовать против нынешнего президента.